Также сегодня весьма не жарко, так скажем, то есть минус 20 и вы замечаете, я думаю, что с помощью нашего современного транспорта в такую погоду не всегда удобно ездить и не всегда удобно заводить автомобилистам свои автомобили, потому что некоторые аккумуляторы просто не выдерживают. И сегодня, дорогие друзья, мы пообщаемся о новом виде транспорта, который будет внедрен вот-вот уже совсем скоро и более того, я могу сказать, что 29 ноября будет представлен генеральный технологический прогон и это то, чего ожидали все люди, которые принимают участие в проекте SkyWay, те, кто инвестировал, те, кто будет инвестировать, те, кто сейчас раздумывают, те, кто сомневаются, все-все-все, дорогие друзья, увидят, увидят то, что мы действительно не говорим, не просто бла-бла-бла, мы делаем. И, дорогие друзья, мы в любом случае с Сергеем Анатольевичем будем продолжать эти вводные вебинары и давайте раскручивать наш маховик народного финансирования, народного краудинвестинга еще больше. Я каждый вебинар вводный буду давать вот такую ссылочку, пожалуйста, скопируйте ее, потому что не все умеют пользоваться Google формой, ссылками, которые в ней есть и, собственно, я вот так вот буду копировать. Пожалуйста, сохраните, передавайте, это неизменные ссылки и приглашайте максимум новичков, не новичков, это неправильное слово, новичком можно быть, допустим, в каком-то деле, которое ты не можешь освоить. SkyWay же может освоить каждый вопрос, насколько глубоко вы хотите осваивать проект SkyWay, насколько серьезно вы хотите им заниматься. И почему я такие вопросы задаю, дорогие друзья, потому что мир меняется, мир кардинально меняется. Я провожу очень много переговоров и, собственно, вчера на расширенном технико-экономическом вебинаре я эту концепцию обязательно представлю. У меня возникло совершенно новое видение, каким образом продвигать наш проект для людей, которые, соответственно, являются потенциальными крупными, крупнейшими предпринимателями. И почему им в том числе сейчас этот проект будет интересен. Потому что, невзирая на то, что у нас в стране кризис, но тот, кто оптимизирует бизнес в условиях изменяющейся реальности, в условиях, как говорит Виктор Бабурин, мобильности 4.0. То есть это применение транспортной индустрии, применение сферы интернет-вещей. Что такое сфера интернет-вещей? Давайте говорить простыми словами. То есть это вся технология цифровой IT-электроники, которая сейчас использует интернет. То есть это наши смартфоны, это наши различные гаджеты, начиная от видеорегистраторов, навигаторов, даже стиральных машинок и микроволновых печей, с которыми сейчас можно общаться. И я не удивляюсь тому, что есть уже не то, что роботы-пылесосы, допустим, а есть робот-пылесос, который ездит и включает, открывает жалюзи. То есть есть система «Умный дом». И если сравнивать мир, каким он был, допустим, 10 лет назад и каким он является сейчас, это два совершенно разных мира. И по логике технологической сингулярности Раймонда Курцвелла, это технический директор Google и один из мировых футурологов, мы с Сергеем Анатольевичем также являемся футурологами, но практикующими футурологами. Мы опираемся в первую очередь на инженерную техническую школу Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, соответственно, я могу сказать, дорогие друзья, что это самое инновомодное и самое инновационное и самое быстро распространяющееся уже в ближайшем будущем, я думаю, все видят, кто присоединился к проекту Skyway, направление. И как раньше, допустим, в 90-е сегодняшние гиганты, провайдеры начали планировать и организовывать бизнес, каким образом строить ширкомасштабные провайдерские сети интернет, каким образом сделать так, чтобы интернет появился даже в труднодоступных регионах и сегодня они являются магнатами. Поэтому сейчас я могу сказать, что многие страны борются за то, кто будет первой страной с ширкомасштабным внедрением проекта Skyway. И на сегодняшний день пьедестал этой инновационной технологии открыт для многих стран. Но, по нашему мнению, та страна, которая будет массово внедрять сеть струнных дорог и, естественно, найдет финансирование на это, она получит те лавры растущего ВВП и экономического потенциала страны, которые будут недоступны тем странам, которые, соответственно, немножко запаздывают. Это мы видели не раз, дорогие друзья, при появлении двигателя внутреннего сгорания, при появлении паровой машины, при изобретении даже первого ткацкого станка, при появлении первых мануфактур. То есть это технологические уклады, которые сейчас уже человечество прошло. На сегодняшний день я могу сказать, что мы дошли до пятого аж технологического уклада. То есть это как раз-таки вся цифровая микропроцессорная электроника, которая ранее подчинялась закону Мура. То есть количество транзисторов росло каждые два года на интегральной микросхеме, которая позволяла совершать вначале несложные вычисления. Сейчас уже недолго тот час, когда создадут квантовый компьютер, который также изменит мир. И я могу сказать, дорогие друзья, что сейчас даже закон Мура нарушается, и количество транзисторов перестало расти. Об этом говорят серьезные производители компьютерной техники. А увеличивается плотность. То есть на одном и том же пространстве вместе плотность вот этого транзистора увеличивается. И многие процессы скорости, если говорить про цифровую электронику, они происходят сейчас фактически мгновенно. Мы видим распространение широкой криптовалюты. Мы видим в сентябре этого года была совершена первая операция блокчейн по продаже нескольких десятков тонн молока через знаменитый банк Barclays Bank. И если ранее операция эта занимала 2-3 недели, а сейчас она заняла 3 часа. И, собственно, я могу сказать про скорость распространения информации, про скорость распространения технологий в совершенно разных сферах. Это коснулось все сферы. Начиная от того, что с появлением двигателя внутреннего сгорания вообще сформировалась ипотека, то есть ипотечный рынок. Потом ипотечный бум был, ипотечный кризис. С появлением интернета сформировались множество интернет-компаний, то есть был бум доткомов, потом, соответственно, по логике произошел кризис доткомов, то есть многие интернет-компании были переоценены. Но тогда я могу сказать, что появились миллиардеры сегодняшнего времени, такие как Илон Маск, который продал Zip2 и, собственно, сейчас является одним из людей, которые задают в том числе тренды, но тренды, которые задал Анатолий Эдуардович Ницкий еще в конце 80-х годов. Возможно, материалы как-то были переведены, возможно, это случайное совпадение, но не случайное совпадение то, что сейчас мир нуждается в том, чтобы увеличивать скорости не только оборота бизнес-процессов, не только совершения денежных транзакций, не только ускорения развития технологических производств сферы искусственного интеллекта, сферы машинного обучения, но и физического перемещения как пассажиров, так и грузов. Это сегодня задача не решена абсолютно. И неспростая начал вебинар про серьезные, суровые климатические наши российские условия, которые в том числе не позволили армии Наполеона в свое время одержать победу, потому что вот эти вот суровые зимы не каждый выдержит. И не каждый транспорт, дорогие друзья, выдерживает такие серьезные условия. И транспорт SkyWay это как раз таки та ожидаемая реальность, та ожидаемая технология, которая позволит максимально сократить дистанцию, время, расстояние перемещения обычного пассажира, то есть нас с вами, либо грузов, как сыпучих, штучных материалов, так воды, нефти, газа, всего, чего угодно, на любом типе рельефа, местности, поверхности, и более того, создавая готовую инфраструктуру. И как сегодня я могу сказать, что буквально неделями задерживается груз в транспортно-логистических пробках. Я не говорю о наших транспортных пробках, которые сейчас заполняют и являются болезнью современных мегаполисов. И нет такого мегаполиса, который не имел бы этой заразы. Этой заразы современной транспортной индустрии, то есть транспортных пробок. Наша же технология позволит абсолютно нивелировать эту проблему и избежать транспортных пробок, потому что перемещение будет происходить на втором уровне. И Skyway это действительно решение, которое ожидают многие корпорации. Но я могу сказать, дорогие друзья, что все началось, и почему я говорил про тренды, которые уловил Илон Маск в свое время, воспользовавшись возможностью бума интернет-компании. Анатолий Эдуардович Юницкий еще в конце 70-х годов начал развитие струнной технологии. Это были первые чертежи, первые концепты. И действительно инженер, ученый, изобретатель, основатель технической школы струнных технологий. Анатолий Эдуардович Юницкий прошел огонь в воду и медные трубы и стучался в двери чиновников. И я могу сказать, что пробивал даже ту технологию, которая сегодня является спасительным кругом. На расширенном технико-экономическом вебинаре я приведу некие концепции современных физиков, которые говорят о ближайшем будущем, какое они видят решение. И это решение Анатолий Эдуардович представил еще в конце 80-х годов. Соответственно, ознакомив все научное сообщество мировое с концепцией общепланетного транспортного средства. То есть это ОТС. И вы можете найти в Википедии, в иностранной версии, в английской версии информацию об этой технологии. Сейчас мы останавливаться так вот подробно не будем. Придет время, когда мы будем останавливаться очень подробно. Ну, собственно, это время придет, когда будет уже множество десятков, как минимум тысяч километров струнных дорог реализовано по всей планете. И мы уже будем очень широко популяризировать концепцию общепланетного транспортного средства. Но это то будущее, которое нас ожидает, дорогие друзья. Это действительно то будущее, которое кажется на грани фантастики. Но, кажется ли, будущее на грани фантастики именно струнный транспорт. Именно та концепция, которая была оптимизирована из общепланетного транспортного средства. Анатолий Эдуардович, встретив сопротивление, встретив непонимание на тот момент советской власти. И что, естественно, это конкуренция к ракете на тот момент техническому гениальному изобретению Советского Союза. И Анатолий Эдуардович представил сравнение, что ракета вообще не намного лучше лошадиной повозки. И десятки тысяч тонн она способна вывести в открытый космос. Это сравнимо действительно с лошадиной повозкой. И действительно, понимая, что время еще не пришло, понимая, что время этой технологии не может прийти, если не будет изобретено что-то более оптимизированное, что-то более приземленное, Анатолий Эдуардович стал размышлять над концепцией струнного транспорта на основе существующих законов физики, аэродинамики, теоретической механики, сопромата. И, собственно, оптимизируя серьезное, общемировое инженерное сооружение, общепланетное транспортное средство, получился струнный транспорт, который, соответственно, ученый начал продвигать. И я могу сказать, что вехой огромной этого продвижения стали испытания в 2000-х годах. Это история, это история развития струнных технологий Юницкого, это наша с вами история, дорогие друзья, так как в этот период Лебедь Александр Иванович по счастливой случайности познакомился лично с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем. Это тот человек, который более 16 лет развивает проект Skyway. Произошел разговор, произошло обоснование, каким образом, соответственно, можно вывести Россию в передовики экономического развития на мировой арене, каким образом можно увеличить ВВП в 3-4 раза менее чем за 5 лет. И были представлены конкретные проекты, с помощью которых можно это было сделать, но в первую очередь конкретная технология. Струнный транспорт Юницкого. Лебедь Александр Иванович, недолго думая, попросил отвезти на ту демонстрационную площадку, где есть в каком-то масштабе хотя бы технология. И на тот момент была технология в масштабе 1 к 5. И, собственно, Лебедь Александр Иванович принял очень скорое решение инвестировать в развитие технопарка и в испытания, в первые испытания такие серьезные, которые происходили с 2001 по 2009 год, в ходе, в начале строительства технопарка в городе Озеры Московской области и дали, соответственно, ходовых испытаний и различных испытаний на основе этой подвижной лаборатории, которой являлся ЗИЛ. Мы называем этот ЗИЛ «Уходящий в небо». И, возможно, от этого сформировалось название «Скайвей», «Небесная дорога». Но ЗИЛу пришлось в то время действительно покинуть этот мир, потому что вообще весь технопарк был уничтожен, несмотря на то, что тогда Россия могла совершить мировой прорыв, тогда Россия могла диверсифицировать экономику. Но время тогда еще не настало, видимо. И даже через неделю после Госсовета, когда планировался 1 миллиард рублей к выделению на развитие струнной транспортной системы после совещания с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, на тот момент президентом Российской Федерации, неизвестные лица по неизвестным причинам разрушили достояние России на тот момент, технопарк в городе Озеры Московской области. И множество репортажей было на центральных телеканалах. Это были наши первые материалы, которые мы использовали. Вот для чего. В 2013 году, дорогие друзья, после того, как были предприняты попытки взаимодействия, взаимодействия, такие вот крайние попытки взаимодействия с крупными и крупнейшими инвесторами. Но, естественно, на тот период, так как технология еще была не отработана на том уровне, на котором сейчас отработана, не было конкретной строительной, производственной площадки, и инвесторы диктовали свои условия. Либо все мое, либо, соответственно, до свидания. Естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий на эти условия не мог пойти и отдать технологию, которая является прорывной технологией для всего мира. И я не побоюсь этого слова. Основой мировой экономики в чужие недобросовестные руки. Таким недобросовестным партнером Анатолия Эдуардовича Юницкого стал Виктор Узлов. И это выяснилось после попыток рейдерского захвата компании. Не то, что попыток, это удалось. И я могу сказать, что крайним решением и крайним способом развития этой корпорации, именно корпорации струнного транспорта, Skyway Technologies Companies, как сегодня на английском именуется, ЗАО струнные технологии, являлась модель народного финансирования. Итак, мы плавно подошли, дорогие друзья. Почему была выбрана эта модель? Естественно, являясь инженером, естественно, являясь гениальным изобретателем и ученым. Почему изобретателем? Потому что еще в Советском Союзе было изобретено более 100 различных действительно ноу-хау изобретений на советском пространстве с потенциалом сотни миллионов на тот момент советских рублей. То есть это больше сотни миллионов долларов на тот момент. И Анатолий Эдуардович также рассчитал достаточно, я считаю, хорошо и правильно систему краудинвестинга. То есть у нас есть система дисконтов. И я могу сказать, что система дисконтов это действительно та система, которая мотивировала людей, которые присоединялись в самом начале и имели самые выгодные условия. Тогда дисконт был один к полуторам тысячам, один к тысяче. Сейчас дисконт, посмотрите в личные кабинеты, один к трем стам, один к шести стам. Было зимой, когда можно было приобрести в рассрочку пакеты с фиксацией условий. И рассрочкой никого на сегодняшний день не удивишь. То есть вот, допустим, элементарно сегодня я в спортзале спрашивал, а сколько стоит продление абонемента. На год стоит дороже, чем на два, на три года. Это действительно логично. И все эти методы системы мы также применили, впитав самое лучшее от развития бизнеса на сегодняшний день. И сегодня мы находимся на восьмом этапе из 15 этапов. Я могу сказать, что это очень сильно мотивирует при текущих результатах заинтересоваться технологией, начать развивать, как сегодня более полумиллиона людей развивает проект Skyway в более 100 странах всего мира. Четыре направления. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт. Причем городской пассажирский будет продемонстрирован вот-вот уже в конце ноября и легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, который вообще в виде концепции был сформирован менее года назад. Но как один из также первостепенных видов транспорта, который необходим рынку, который создаст необходимую плотность и потенциал капитализации корпорации Skyway в будущем. Потому что легким прогулочным транспортом, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем будет пользоваться огромное количество людей, как сегодня пользуются смартфонами. То есть, почему мы об этом не раз говорили на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что это будет объединенное пространство, которое будет включать фактически все веяния пятого и также, естественно, шестого технологического уклада и те технические изобретения, тот технический прогресс, который распределен в различных точках, будет объединен в едином пространстве. И точкой входа будет являться как раз таки Unibike. Так вот, дорогие друзья, это все замечательно. Я также чуть попозже остановлюсь обязательно на технических моментах, либо вы рассмотрите уже в предыдущих вебинарах вводных, но хотелось бы остановиться на главном, на строительстве, на основном доказательстве того, что сегодня достигаются те результаты, те планы реализуются, которые были запланированы фактически уже три года назад. 23 апреля и я хотел бы остановить ваше внимание то, что вообще в июне 2015 года был заключен договор аренды на территории Марьиной горки Республика Беларусь, Минская область по началу строительства экотехнопарка. В первых числах сентября началось рытье первого котлована. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что зимой были уже установлены промежуточные опоры, которые вы видите на картинке. Начнем с 23 апреля и буквально бегло мы сейчас буквально бегло мы остановимся на том, что произошло. А произошло, я могу сказать, дорогие друзья, очень многое. Вот мы видим то, что было 23 апреля и перенесемся буквально на 4 мая, когда вот в таком виде мы наблюдаем первую анкерную опору, совмещенную с транспортно-логистическим узлом. По пассажиропотоку и вообще по потенциалу приема людей это может сравнить с дубайским аэропортом, входящим в десятку самых пассажира, с самой большой плотностью пассажиропотока в мире. И давайте буквально быстро пробежимся. Я очень люблю эту презентацию, потому что это действительно железобетонные аргументы и я сброшу вам этот материал, каждый сможет воспользоваться, используйте, передавайте, собственно, так же, как и ссылки на вводные технико-экономические вебинары, которые введем мы с Сергеем Анатольевичем, независимо от того, где мы находимся. Допустим, несколько недель назад мы находились в Москве и заключили первое институционное соглашение с Российской областью, это Челябинская область. Я хотел бы также остановить ваше внимание на нескольких датах. В первую очередь это май, это май 2016 года, когда началось строительство также легкой прогулочной трассы. И это не просто легкая прогулочная трасса, какая-то игрушка, какой-то аттракцион, это реальная трасса, которая сможет обеспечить потенциал, близкий к воздушному метро, близкий к потенциалу сегодняшнего московского метро, например. И по этой трассе сможет перемещаться как юнибайк, легкий прогулочный транспорт, так и городской пассажирский транспорт. То есть это универсальная путевая структура. И также это вызвало очень серьезное удивление на выставке и на транс тех специалистов, которые подходили к нашему стенду. Это, дорогие друзья, также уже является историей. Но я вижу только несколько корпораций вообще в мире, которые фиксируют хотя бы чуть-чуть хронологию развития транспорта. И замечательно было посмотреть вообще насколько быстро развивался авиатранспорт. К примеру, мы знаем, что сквозь десятилетия и примерно более 60 лет потребовалось вообще на разработку первого Боинга, компании соответственно Боинг. и несколько десятков миллиардов долларов на это потребовалось. Какая хронология? Интересно было посмотреть. У нас хронология сейчас с момента строительства экотехнопарка занимает чуть больше года. 22 июня вы видите в таком виде находилась уже первая анкерная опора. И на чем я также хотел бы заострить ваше внимание, это июль 2016 года. Параллельно уже реализуются три направления. Это пассажирский транспорт, это легкий прогулочный транспорт. Помним, что у них путевая структура рельсовая струнная является универсальной и единой. И в июле уже начинается запараллельное строительство грузовой транспортной струнной системы. Это действительно уникально, дорогие друзья. но это еще не все, потому что мы не забываем, что параллельно с развитием этих направлений также реализуется и высокоскоростное направление. И сейчас я это обязательно покажу. Мы не будем останавливаться даже на том, что на выставке и на трансе вы можете увидеть многочисленных репортажах и замечательная экскурсия была проведена одним из ведущих инженеров зао струнной технологии по стенду технологии Skyway. Мы не будем даже останавливаться на том, что очень быстро установлены были анкерные опоры легкой трассы буквально менее чем за 3 часа и этот промежуток времени будет сокращаться с большей отработкой технологий. Мы не будем останавливаться на том, что вообще-то за ноу-хау зеленых крыш, вот вы видите на первой анкерной опоре, которая является станцией, на крыше будет зеленый сад и это ноу-хау позволяет также снизить затраты на строительство станции, снизить затраты использования строительных материалов на фундамент и так далее и тому подобное. И что сейчас мы имеем дорогие друзья? Во-первых, 20 сентября, как я говорил, был продемонстрирован впервые подвижной состав двух направлений городской пассажирский транспорт и легкий прогулочный транспорт на выставке и на транс. Буквально мельком мы пробежимся, потому что более подробно вы сможете ознакомиться, когда я дам ссылку на эту презентацию. 7 октября, то есть это вот-вот уже недавнее время, только продолжалось возведение путевой структуры первой очереди легкой трассы. Вы видите уже в таком виде вот именно вот как такой вот триггер развития экотехнопарка и как действительно проверка развития экотехнопарка я считаю вот первая анкерная опора, потому что это одно из самых сложных и дорогостоящих по возведению сооружений. И соответственно 20 октября 10 ноября мы видим уже что путевая структура легкой трассы она установлена. И посмотрите действительно на простоту и уникальность и гениальность решения. Посмотрите на путевую структуру. А теперь задайте себе простой вопрос а насколько быстро это будет реализовываться по всему миру? Может быть в голове у вас возникнет вопрос что а наверняка это будет реализовываться быстрее чем даже интернет а есть ли компания вообще в мире которая оценила в виде интеллектуальной собственности интернет и какой потенциал был бы у этой компании в виде оценки всей интеллектуальной собственности всей сети интернет которая используется на сегодняшний день в мире. Так вот наш ответ на эти суждения что струнная технология и струны будут опоясывать наш всеми любимый и уважаемый земной шар быстрее чем развивалась сеть интернет и этому доказательство тому как строится наши экотехнопарки это всего лишь отработка технологии и все будет реализовываться намного в разы в десятки раз быстрее с применением еще более инновационных технологий и 11 ноября это уже крайняя веха данной презентации мы видим то что происходит на экотехнопарке и осталось вот-вот совсем чуть-чуть до генерального технического прогона до 29 ноября когда весь мир увидит либо не увидит либо пропустит мимо ушей презентацию новейшего инновационного транспорта второго уровня который на сегодняшний день ожидает сам того не зная каждый живущий сегодня на планете земля потому что мир изменится кардинально на сегодняшней презентации я думаю что не буду останавливаться на технических характеристиках одно я могу сказать что если какие-то технические аспекты затрагивать то самое главное и самое важное в струнном транспорте это в первую очередь аэродинамика это в первую очередь естественно дешевизна эксплуатации скорость строительства дешевизна самого строительства и это естественно те ноу-хау которые были применены как при создании путевой структуры то есть это предварительно напряженная неразрезная конструкция то есть растянули закрепили на концах анкерных опор если переносном смысле говорить рельс и соответственно поэтому мы получаем идеальную ровность поверхность пути идеальное комфортное перемещение о котором сегодня можно только мечтать используя современные транспортные средства но это дорогие друзья предстоящая мировая реальность с которой столкнутся все как когда-то столкнулись с изобретением интернет компьютеров и так далее и тому подобное но сейчас я передам слово Сергею Анатольевичу Сибирякову который как я сказал развивает проект Skyway более 16 лет и Сергей Анатольевич уже с более глобальной точки зрения с высоты прожитых лет в проекте Skyway расскажет свое видение и мы плавно перейдем на расширенный технико-экономический вебинар на котором мы даем уже основные новости концепции новые и обсуждаемые ранее на вебинарах которые нужно еще больше раскрыть в общем уже не просто вводный вебинар приветствую друзья спасибо Алексей тут мне что-то пишут что Алексей выглядит у нас как-то уставший и это самое ну во-первых я что-то не заметил а с другой стороны действительно друзья в темпе в котором мы сейчас работаем все-таки усталость накапливается это естественный процесс я могу сказать что то что сейчас происходит в Минске в конструкторском бюро на производстве в Марьиной горке это трудно описать трудно представить вот когда придет время мы покажем это репортаж и какими усилиями все это делалось и делается друзья это можно сказать что действительно идет такая очень большая веха на это работает очень большое количество людей коллектив целеустремленный коллектив который собрался вокруг инженера инженера Юницкого и это сейчас друзья конечно вот на выход поэтому мы все живем сейчас несколько в другом таком ну скажем ощущении в другом представлении чем было даже там да даже месяц назад друзья потому что когда тут Лазанья говорит не надо никого Вячеслав тут конечно здорово сейчас дает значит друзья то есть когда мы готовились и показывали была первая мировая презентация на извините не на эко технопарке а на инотрансе в Берлине 21-24 сентября это был первый выход это была первая заявка и естественно что к этому очень серьезно волновались к этому событию Юницкий постоянно переживал будет ли машина это воспринято смогут ли сделать специалисты такого уровня механизм который действительно будет воспринят как мировая инновация будет ли специалистами услышан вот этот посыл о том что струнные технологии это сегодня тренд который развивается и что мы сегодня во главе этого тренда естественно все волновались делали работали круглосуточном режиме то есть постоянно менялась табличка что до инотранса осталось там буквально по полдня отменялось там 36 половины дней там 34 дня там и так далее вот потом когда прошел инотранс когда стало понятно что те цели и задачи выполнены и даже перевыполнены потому что эффект от инотранса идет идет и идет и контакты которые тогда были получены обменялись они постоянно сейчас все всплывают и всплывают ходят то есть идет активнейшее развитие именно уже применение технологий потому что было заявлено и увидели что технология существует и те кому надо друзья те кто настроен против те кто наши конкуренты враги завистники они будут до конца говорить что этого нет и до конца говорить что это будет мешать и когда пойдет они будут еще потом и вредить и делать это друзья естественный процесс а вот для специалистов было очень большой посыл и самое главное что возникло Берлином друзья это ожидание теперь демонстрации мы с эту пружину сжали до самого максимально критического потому что сейчас уже идет обсуждение в интернете там так называемые специалисты сегодня анализируют то что показывают уже ну или там краем глаза удается увидеть на экотехнопарке хотя там большинство ноу-хау сейчас не раскрывается вот но тем не менее они пытаются анализировать и даже какие-то расчеты представить в каких-то нано-паскалях там или там еще каких-то там паскалях вот о том что там что-то все порвется не натянется не выдержит ветром сдуется струна самая ветром и так далее и так далее еще льдом потом все это покроется ничего не поедет друзья это я слышу уже 15 и 16 лет вот и поэтому сейчас демонстрация 29 ноября это друзья ключевое событие которое поставит окончательную точку по поводу того что технологии существуют и что команда которая сегодня работает вокруг инженерной школы то есть или внутри инженерной школы которую создал инженер Юницкий она сегодня может реализовать задачу понятно что друзья 29 ноября будет только первый шаг это первый маленький шажок на пути огромной корпорации на пути огромного направления на пути огромной индустрии которая создает сегодня Skyway это первый шажок но друзья он очень важный это как уже не совсем назвать как демонстрация братьев рай полета потому что все таки путевая структура и подвижной состав в озерах в 2001 году уже был продемонстрирован было доказано существование вот видите Алексей вам как раз сейчас показал уже поставил монтаж первой путевой структуры которая идет и как это происходит то есть сейчас естественно что очень многие узлы которые сейчас видите они закрыты чтобы их нельзя было увидеть и попытаться сейчас повторить это тоже естественный процесс друзья вот видите вот идет монтаж уже и отделка пересадочного узла вот поэтому 29 числа друзья можно сказать что будет ну наверное можно будет назвать что это даже если не день рождения технологии то это день ее вхождения в мир вот потому что 29 числа я буду всех наших доброжелателей недоброжелателей троллей или там кого-то сам всех приглашать в экотехнопарк с предложением подойти головой удариться о опору можно даже пнуть ногой юнибайку юнибус и сказать что тебя не существует я тебя вижу но тебя нет а вы все как говорите что вы что-то строите вы ничего не строите поэтому я буду с удовольствием стоять рядом буду даже помогать пинать вот самое что этого не существует этого и этого нет друзья мы очень я могу сказать непростым путем и это время которое сейчас вот эти вот три года которые прошли именно в запуске вот этой краудинвестинговой системы и сейчас к старту технологии они дались конечно очень непросто и та команда вот которая собралась я многих из вас уже знаю кого по интернету вот а большинство конечно мы общались уже практически там на десятках конференций которые проходили вот за это время по всему наверное миру трудно сейчас найти уголки на земле где за эти три года не было презентации технологии Skyway у нас сегодня сто восемь стран это инвесторы которые участвуют в этом проекте поэтому когда начинают нам говорить особенно на западе мы сейчас работаем что это русская технология еще очень на что Юницкий всегда отвечает друзья сто восемь инвесторов с чего вы взяли что технология русская она строится в Белоруссии Юницкий гражданин и России и Белоруссии вот поэтому здесь сегодня сказать даже нельзя сказать что это русская белорусская или еще какая-то технология она международная интернациональная она объединяет сто восемь сегодня граждан сто восемь стран которые граждане которых являются инвесторами этого проекта поэтому это друзья выходит за пределы того понимания другое дело что мы не можем этого не акцентировать и не говорить что основную тяжесть друзья и это мы тоже будем всегда повторять и говорить основную тяжесть и начало процесса основную вот именно разгонную часть когда никто не верил и это все было на уровне идеи и на уровне представления будущем когда мы показывали что было сделано мы показывали что будем делать а в данный момент друзья мы предлагали войти в этот проект на наиболее рисковой стадии и это конечно взяли наши российские инвесторы небольшими инвестициями но это те кто поверил в проект тот кто инвестировал небольшие суммы вот тот кто вошел именно как партнер в проект и благодаря именно таким людям а их сотни тысяч людей друзья сотни тысяч мы сегодня пришли и мы уже можем говорить о том что технология существует 29 числа будет начнуться ну технические прогоны они уже начались они были в цехах сейчас идет это то что друзья как вы понимаете первая стадия испытания ее просто нельзя показывать потому что это технологический процесс а 29 числа будет первый публичный технический прогон когда Unibike и Unibus будут перемещаться уже по реальной путевой структуре и тогда уже можно будет сказать что вот друзья мы не создали еще технологии она еще пока не существует она создается но вот он промежуточный этап который можно показать который позволяет демонстрировать уже опоры анкерные опоры пересадочные узлы вот монтаж скоростного разгонного участка вот воздушное метро вот уже действующие машины Unibike и Unibus весной и летом будут уже продемонстрированы следующие 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 модификации и Unibike и Unibus эта работа теперь будет идти постоянно то есть я уже видел целую линейку уже заложенных в производство Unibus но это как говорится мы как с Алексеем те кто ведет технико-экономические вебинары и те кто занимается больше футурологией мы друзья очень многие технические особенности уже не можем раскрывать и здесь у нас идет очень тесное взаимодействие и лично с Unibus и с конструкторским бюро и мы сейчас очень дозированно будем говорить и выдавать ту информацию которая есть потому что сейчас уже начинается та стадия капитализации интеллектуальной собственности когда важнее ее не показывать чем показывать и слава богу говорю друзья что мы дожили до этого момента как говорила моя бабушка вот она была у меня очень мудрая женщина что дай бог нам дожить до этих проблем потому что Юницкий всегда говорил мы показывали за эти два с половиной года намного больше чем надо было для того чтобы сохранить технологию но друзья мы понимали и на это шли сознательно потому что инвесторам мы должны показать что это дело как это будет работать и что сделано и там особенно мне там ну как сказать улыбают другого слова не могу сказать вопросы когда там а покажите как устроена головка рельса а как противосходный механизм а как это у вас будет работать вот инвесторы у нас я понимаю их интерес с точки зрения инженеров с точки зрения работы но все дальше и дальше друзья вы будете слышать ответ что придет время увидите все и на этом точка сейчас Марина Горка это экотехнопарк задача которого это декларация возможностей технологии когда декларируется сначала было задекларировано что пересадочный узел позволяет производить пересадку 50 миллионов пассажиров и которые находятся всего на площади 12 на 24 метра все специалисты которые слышат говорят этого не может быть хорошо друзья придет время увидите мы не собираемся сейчас пеной у рта показывать чертежи показывать опять проходить экспертные советы как полгода Юницкий с Бабуриным ездили в Минтранс и доказывали что мы существуем что мы не верблюды а мы реальная технология что это все будет работать друзья это все остается в прошлом сейчас всем такого рода деятелям один ответ друзья в Марьину горку и то что вам можно будет увидеть вы увидите вопросы которые вы будете задавать если можно будет на них ответить вы ответите все остальные более широкие раскрытия технологии и ноу-хау будет только для инвесторов и для заказчиков которые будут заказывать эти трассы это тоже друзья закономерно но к этому надо было прийти потому что мы не могли друзья год сказать год назад сказать что друзья подождите еще годик полтора а потом придете увидите понимаете потому что инвесторы бы просто не поверили сказали ну когда покажете тогда и придем кстати очень многие так сегодня и отвечают и сейчас друзья почему мы к этому подошли потому что до этого времени осталось меньше двух недель друзья 29 число это уже абсолютно обозримые сроки и можно сказать что 29 число опять же это один из промежуточных шагов это один из промежуточных этапов но это то когда будет продемонстрировано движение уже юнибайк юнибус именно как технический прогон это еще первые шаги это даже еще до проведения основных испытаний которые будут потом на скоростных режимах там на различных температурных режимах там возгон торможения это все друзья впереди а 29 число это будет событие заключающийся в том что соберутся наши три управляющие компании которые сегодня продвигают проект Skyway в Австралии в Америке и в Канаде будут наши друзья из Индии Филиппин Израиля еще из ряда стран крупные инвесторы которые готовы и ждали момента что мы это увидим и это будет следующий этап уже запуска адресных проектов и собственно это событие приурочено к тому что прилетает делегация большая из Аделаиды во главе там Родхук который возглавляет Skyway Австралии прилетает сенатор как раз штата Аделаида который планируется и уже проектируется адресный проект и наш партнер это эксперты и ведущие специалисты Аурикона которые проектируют высотные здания которые будут совмещены с анкерными опорами Skyway и соответственно так как это будет уже общий сбор управляющих компаний то будет намечен ряд проектов которые пойдут в разных частях мира и поэтому друзья еще это больше можно назвать техническое совещание будет техническая презентация но которая будет происходить Марьиной горке и с одной стороны будет пересадочный узел совмещенный с анкерной опорой и монтироваться разгонный участок высокоскоростной городской системы этой фермы а с другой стороны уже смонтированная система которая позволяет перевозить до 300 тысяч пассажиров и запускать систему юнибайков поэтому это будет день когда можно будет и делать презентацию и это будет Марьиной горке и смотря в окно видеть как идет монтаж структуры и как начинаются технические прогоны испытания уже подвижного состава это только первые шаги но естественно друзья там же дальше будут задекларированы определенные сроки дальнейшего развития о том что в мае вы увидите следующее в июне следующее в сентябре следующее в октябре следующего года следующее и так далее и так далее и так далее это друзья работа которая ведется и которая сейчас активнейшим образом идет значит мы как для наших друзей партнеров мы обещаем что естественно что вы все это увидите все что можно будет увидеть в прямом эфире в перископе мы обязательно покажем то что можно будет показать во всяком случае все представление о том что там происходит как это работает как это в движении вы все естественно увидите Ну а дальше мы развиваемся и двигаемся дальше, друзья, даже с точки зрения нашей партнерской работы, то есть мы создали сегодня с вами краудинвестинговую инвестпроводящую систему, которая позволила создать на сегодняшнем этапе уже действующий экотехнопарк. Мы будем дальше двигаться и мы разработали сегодня целую-целую систему, когда мы будем вам уже как партнерам, как инвесторам предлагать участие уже в высокоэффективных, крайне доходных адресных проектах в различных уголках мира. Мы будем предлагать участие в следующих технологических проектах инженерной школы Юницкого, которые будут выводить следом за SkyWay еще ряд технологий, которые, я могу сказать, крайне интересны и крайне эффективны с точки зрения именно пенчурного построения. То есть это тоже будет предлагаться делать. Поэтому, друзья, наша задача сейчас, команда, которую мы ставили при запуске проекта, это о том, чтобы те обязательства, которые берет на себя инженерная школа сегодня и лично, инженер Юницкий, это то, что оценено в интеллектуальной собственности и вы сегодня как инвестиционный пакет с венчурными премиями имеете, так инвестиционный пакет на руках, чтобы это первое начало входить в свободном обороте, чтобы это можно было продать или купить, чтобы это имело цену. А дальше, чтобы это постоянно, постоянно росло в цене. Значит, очень много задают вопросов, когда я могу это продать, сколько я могу на этом заработать. Вот на эти вопросы, друзья, когда задают конкретные сроки и конкретные цифры, друзья, вы никогда ни от меня, ни от Алексея, ни от Юницкого не услышите конкретные цифры и конкретного обещания. Потому что мы, друзья, единственное, что можем вам гарантировать, единственное, что технология будет построена и продемонстрирована, что спрос на эту технологию будет постоянно расти, адресные проекты будут постоянно увеличиваться и желающих приобрести эти активы будет все больше и больше. Вот это, друзья, мы вам гарантируем. А сколько, как это, друзья, покажет только время. Ну вот, когда вчера или позавчера я тут с одними нашими общими инвесторами, партнерами общался, и мы вспоминали одного моего такого хорошего знакомого, которому предлагали инвестировать 200 тысяч долларов в 92-м году в Яндекс. И он бы имел тогда 60% Яндекса, и он от этого отказался. И вот мы вчера считали, значит, сегодня Яндекс стоит около 6 миллиардов долларов, значит, 60% это было бы 4 миллиарда. Значит, соответственно, 200 тысяч, которому предлагали вложить в 92-м году, вот за 25 лет он бы, ну, за 23 года, он бы вырос в 20 тысяч раз. То есть, соответственно, этот человек, этот инвестор не сделал этот шаг, а для нас это чем интересно, что мы обсуждали вопрос, чтобы он вошел еще 5 лет назад в технологию Skyway на уровне 50 миллионов долларов. Он бы получал половину в управленческой компании, которая сегодня как раз вот и занимается внедрением проектов по всему миру, и потенциальной оценкой этой компании уже превышает триллион долларов. Так вот, соответственно, он также мог увеличить свой капитал еще в 20 тысяч раз, но уже не за 20 лет, а фактически где-то менее чем за 10 лет. И он тоже от этого отказался. Но все, что не делается, все к лучшему. И сегодня, друзья, я эту цифру привел не для того, чтобы мы ее сразу, друзья, экстраполировали, каждый посчитал, сколько у него сегодня обязательств, и умножив их на 20 тысяч раз, посчитает, сколько они будут стоить. Это, друзья, теоретическая возможность, и это то, что сегодня уже сделано, это то, что сегодня уже и экономика, и технологический уклад, и развитие уже показало. То есть мы много приводили примеров с крупнейшими IT-компаниями, то есть те, кто работают в IT-рынке, как они росли там, это тысячи, десятки тысяч раз. Вот я вам на Яндексе показал, что поэтому сегодня, друзья, мы входим в новое время, в новое направление, мы запускаем новую технологию. Единственное, что я могу сказать, что ее капитализация и ее темпы роста будут, наверное, превосходить в разы то, что мы с вами видели. А как это дальше будет развиваться, друзья, зависит и в том числе от нас. Сейчас можно констатировать, что мы с вами за два с половиной года сделали, ну за три года, можно так сказать, потому что как раз ноябрь это уже активное развитие, началось именно краудинвестинга, ноябрь 2013 года. Вот, и здесь можно сейчас констатировать, что мы с вами подошли к очень важной лихе, которая сегодня показывает результат этой работы. А дальнейший результат, как вот много задают вопросов, а сколько и когда, это, друзья, я думаю, что, отлично, мое мнение, если кто, 2017 год, он покажет очень многое. И середина 2017 года, вот следующего года, то есть весна, это уже будет с точки зрения нас, как инвесторов, радикально отличаться от того, что происходит сегодня. Более того, я могу сказать, что после 29 ноября начнутся настолько стремительные развития многих процессов и смены этапов, и смены дисконтов, и запуск адресных проектов, и запуск новых производств, что, друзья, я думаю, что вопросы по поводу того, когда и сколько будут отпадать сами собой. Ну вот, друзья, давайте традиционная фраза, которую я говорю, что для кого эта информация исчерпывающая, и он принял для себя решение больше не заниматься проектом Skyway, мы с вами прощаемся. Для всех остальных, после небольшой рекламной паузы, мы продолжим дальше нашу работу. Вот, а крайняя фраза, которую я всегда довожу на встречах, на презентациях и сейчас на вебинарах, что, друзья, за последние 20 лет жизнь изменилась радикально. Сегодня мы вам показываем, рассказываем и демонстрируем то, что в ближайшие 10 лет жизнь изменится еще более радикально, насколько вы даже не можете сегодня представить. Соответственно, мы уже не представляем или не рассказываем, мы это делаем. Мы та компания, которая создает технологию, которая будет пользоваться через 10 лет весь мир. Поэтому мы вас зовем в наши ряды, мы вам предлагаем уже войти в инвесторы и партнеры этой программы для того, чтобы быть не только пользователями этой системы, ну и, соответственно, получать еще и реальные доходы от того, что на ранней стадии, бенчурной стадии, рисковой стадии, когда это было очевидно еще не для всех, вы вошли в этот проект. Ну вот, друзья, на этом небольшой перерыв, двигаемся дальше. Вот, а сейчас, как всегда, вы увидите ряд репортажей, с комментариев которых мы начнем в следующую часть и будем с вами работать дальше. Потому что среда, как всегда, друзья, это у нас технико-экономические вебинары. Сегодня как раз с точки зрения экономики нас требует ряд вопросов о пояснении и комментариев, потому что помимо событий SkyWay происходит еще и очень много других мировых событий. И у нас в стране в сфере экономики, и в мире в сфере мировой политики. Вот, так что это, друзья, тоже все будет анализироваться и увязываться с нашими... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как всегда, хитом наших новостных выпусков является посещение экотехнопарка SkyWay. Сегодня мы здесь как раз-таки и находимся, и нашим собеседником является главный инженер закрытого акционерного общества струнной технологии Алексей Сергеевич Савин. Добрый день, Алексей Сергеевич. Добрый день, уважаемые зрители канала и инвесторы. Расскажите, пожалуйста, на фоне чего мы с вами снимаемся, что за работы проводятся, ну и потом, естественно, мы подойдем к легкой путевой структуре, скажем так, вкусной на третье. Ну, на сегодняшний день первое монтажное управление промтехмонтажа начало монтаж анкерных опор грузовой транспортной системы, вот это вы видите на экране. Идет установка металлоконструкции к фундаменту анкерных опор, соответственно, ну, вы видите, что выпал снег, у нас сегодня первый снег, который так плотно лег, хотя и мокрый. Несмотря на это, на непогоду, дожди, которые были, работы продолжаются, согласно графика строительства, корректива погоды, конечно, вносит, но, как и в прошлом году, мы не теряем оптимизм, и все работы, еще раз повторю, что ведутся согласно графика. Понятно, а что на первой линии, на какой фазе она находится, то есть пассажирская, городская и высокоскоростная? Ну, на анкерной опоре станции у нас заканчиваются отделочные работы, установлены окончательно фасады, витражи, производится окончательно облицовка, штукатурка стен, ну и происходит монтаж пролетов путевой структуры, сварка и монтаж пролетов путевой структуры. Спасибо большое, ну и давайте пройдемся все-таки немножко по территории и прокомментируем то, что происходит на легкой, которая вот-вот уже в ближайшие дни, наверное, начнет функционировать, и на месте прокомментируем. Хорошо. Музыка Музыка Алексей Сергеевич. Ну, вот мы сейчас с вами на максимальном приближении к легкой транспортной системе, на которой можем быть для того, чтобы не показать ничего лишнего, и именно поэтому нам так необходим комментарий главного инженера. Что же все-таки уже сделано, что предстоит, и как скоро мы все-таки увидим испытание юнибайка? Ну, на сегодняшний день, да, мы все показать не можем, раскрыть всех нюансов. Мы находимся на последнем завершающем этапе монтажа путевой структуры, и вот уже совсем-совсем в скором времени, буквально чуть-чуть осталось дождаться, потерпеть, и на этой линии уже будет ездить юнибайк. Спасибо большое. А как вы предполагаете, успели ли мы в те сроки, которые обозначил Анатолий Дардович Юницкий, генеральный конструктор нашей организации? Безусловно. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.definsystems.com, для того, чтобы не пропустить самое главное, и тогда в вашей жизни не будет плохой погоды. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету!